Руководители учреждений, представители Союза писателей Башкортостана и молодые литераторы собрались за круглым столом для честования юбиляров. За время существования объединения в свет вышли 89 книг, в их числе 4 сборника о Кумертал. Глава администрации Борис Беляев отметил успешную творческую деятельность городских публицистов и поблагодарил их за вклад в литературное наследие. Благодаря вашему вкладу в нашем городе создана творческая среда для роста литературных талантов, дальнейшего развития нашего литературного наследия. Спасибо вам за труд и за творчество. Здоровья вам и всех благ. На встрече за вклад в литературное творчество грамотами и подарками были награждены поэты и публицисты города и района, а также работники библиотек. Председатель писательской организации Кензигали Абдулин поздравил с юбилеем всех творческих деятелей. И отметил, что литературное объединение Кумертау «Заслуженность» считается одним из успешно развивающихся. Всем городом мы отмечаем этот праздник как городской праздник. И не только этот праздник, это не только писатели. Это, я считаю, всего города, потому что это праздник и считателей. Главный редактор журнала «Учитель Башкортостана» Салават Каримов приехал из Уфы для того, чтобы поздравить писателей Кумертау. Он поблагодарил руководство города за активную поддержку писательской организации и литераторов за их творческий труд. Я еще раз хочу поблагодарить, спасибо сказать от имени Союза писателей Республики Башкортостан, от правления, от себя лично, как говорится, судьба связана с Кумертау. Мои оба сыновья здесь родились, они оба считают себя Кумертауцами, хотя они сегодня живут в Уфе, здравствуют в Уфе, как говорится. Вам большое спасибо. В нашем городе часто проводятся творческие программы, вечера поэзии и публицистики. Эти мероприятия писательская организация проводит в сотрудничестве с библиотечной системой. Директор Центральной библиотеки Альфьяша Меголова выразила огромную признательность всем публицистам за совместную работу. Мы вместе выполняем высочайшую миссию по продвижению книги, чтения среди населения, воспитанию духовности, патриотизма среди молодого поколения, по сохранению языка, культуры, традиций нашего многонационального Башкортостана. Писатели и поэты — это не просто наши социальные партнеры, это друзья наших библиотек. Они часто бывают в наших читальных залах почти ежедневно, для того, чтобы обсудить написанные книги, поделиться своими произведениями, почитать их. Председатель Совета ветеранов Закир Акберов положительно отозвался о творческой деятельности в Содружестве с писательской организацией в течение многих лет. Также он обратился с просьбой к главе администрации о создании нового проекта для привлечения молодежи в литературное объединение. Многие города, районы имеют свою литературную премию. Но не только литературную, литературу и искусство, премию в области литературы и искусства. Так, больших материальных затрат, наверное, требует один раз в год или один раз в два года. Но, однако, если бы создали, если бы учредили такую литературную премию в области литературы и искусства, было бы очень хорошо. Борис Беляев решил поддержать идею с созданием писательской премии и помочь в ее учреждении в ближайшем будущем. Начать это уже можно с 2017 года, либо если у нас есть возможности силы и премия, в этом году литературную премию, наверное, учредить. Но по времени до нового года успеем, не успеем. Но в 2017 году нужно эти мероприятия провести. Мы найдем средства и давайте вместе посоветуемся с писательской организацией и учредим эту премию. Молодые писатели вслед за своими родителями активно публикуют свои произведения. Одну из них, сказку, написанную Гузелией Алкинской, подарила главе администрации ее мама Шоулия Зулькарнаева, уроженка Кумертау. В завершение мероприятия все присутствующие были приглашены на литературно-музыкальный праздник в честь юбилея писательской организации в Дом культуры Рассвет.